друзья доброе утро мы продолжаем картошечку копать из половиночек вот да видно штук 5-6 кустиков копали неплохая картошка неплохая вот они половинки наши видно да для тех кто наблюдает в общем то весь процесс картошечки наши видите вот эту мы как бы выкопали тут очень еще много идет завязи как бы она будет еще месяца 2 до расти вот кустик совсем такой хороший выкопали вот ту которая посажена 6 апреля и вот уже попробовали ту которая посажена на две-три недели позже тоже вот смотрите здесь была половиночка кто-то ее скушал вот картошечка неплохая и еще зависть идет видите вот молодых плодов здесь тоже у нас неплохо вполне здесь у нас неплохо вполне здесь вот как бы уже разложился старый клубенек вот так мы копаем картошку сейчас чтобы нам уже не покупать на рынке кушать варим супчик готовим вот тоже половиночка видно да молодую еще формирует картошечку маленькие клубни вот так что мы уже на рынок за картошкой не пойдем слава богу и как бы продолжает она еще нарастать здесь видите молоденьких сколько так что смело сажайте вот 5 6 кустиков сейчас я соберу посмотрим сколько это будет так ну вот друзья я немножечко и очистила собрала с учетом того что как бы мы не дали и конечно подрасти знаете здесь у меня все-таки кто-то вредит все время ее подъедает видите да в общем то нужно подкапывать потихоньку это место смотрите так как обильно дожди идут она вот почему-то уже некоторые начинают прорастать поверьте моему дождик ее спровоцировал ну вот на сегодня вот эти пять шесть кустиков шесть наверное да это не половиночки наши лежат ставила специально посмотреть надо было дать еще и подрасти но уже будем кушать неплохо для начала это я уже третий раз подкапываю первый раз было немножечко второй раз тоже три кустика выкопала было меньше чуть чуть меньше чем здесь наверное может даже больше там кусты были как-то побольше еще знаете хочу показать вам как чувствует себя картошка которую мы посадили и зачисток пройдем плантация которая половинками посажена сейчас я покажу где растет картошечка которая посажена из-за чистых картофельных вот смотрите вот это в отдельном месте я как бы попробовать посадила абсолютно полноценные кустики абсолютно будем попозже копать здесь я честно говоря упустила что у меня кукуруза посажена посадила как-то и под кукурузкой получается мы тоже посмотрим это тоже очистки картофельные наверное здесь будет послабее она потом мы будем копать покажу вам вы знаете вот есть такой картофель батат знаете да такой сладковатый он и разных оттенков свет у него такой желтоватый бывает фиолетовый и вот наверно года два назад я купила отросток этого батата и посадила и у меня правда было там несколько клубеньков клубня 3 он очень правда любит полив вот и я выяснила как его сажают оказывается от старого клубня берут отрезают часть мякоти картофельной вместе с глазочком и сажают в землю и вот таким образом вырастает там отросток и потом его высаживают ну как бы рассаду такую выращивают я купила один сего кустик она не сказала что как бы будет неплохо даже с одного кустика но я решила попробовать потому что 100 рублей по моему что-то или ну да что-то прям много я дала за этот кустик не помню может быть не буду сейчас как бы как бы утверждать что-то он прям дорого стоил этот батат и я купила этот отросток вот получается таким же способом в этом году мы высадили вот этот картофель из картофельных очисток получается мы брали как бы часть небольшой мякоти и вот этот глазочек с отростком мы брали уже готовым вот так что видите этот способ тоже можно при при применять но единственное есть риск конечно что медведка может повредить и ничего может не вырасти конечно клубе он более как бы конечно по объему больше но тем не менее вот пожалуйста если у вас земля не по как бы не заселена медведкой вредителями то есть шанс выращивать даже из картофельных очисток с отростками хорошими вот такая сегодня информация друзья всем хорошего дня желаю хорошего настроения это вот наши цветы которые я иногда оставляю тоже на территории наших насаждений овощных ну вот всем всего доброго до свидания